всем привет вы на канале лазница очень приятно мне было что прошлое видео вам очень понравилось если вы еще не смотрели впервые на моем канале то подпишитесь и ссылку на предыдущие видео я оставлю внизу в описании это если интересно и так как много-много людей написала что хотят посмотреть как я наращивала каниколонам то сегодня я вам покажу я отделила макушку как вы видите заколола ее и отделяю такую маленькую полосочку по кругу отступая от линии роста волос то есть от лица чтобы не было видно нарощенных прядей остальные волосы внизу пока завязываю делю прядку пополам на затылке и начинаю плести обычную косу с подхватами начиная от лица к затылку старайтесь плести туго потому что на этом будут держаться наши волосы и чтобы не расплелась косичка справа делаем то же самое и сзади по центру завязываем резиночкой я это наращивание делала конкретно для прически то есть это не очень наверно будет надежно если ходить потому что резиночка может порваться постараюсь придумать что-то по надежнее если вам интересно конечно тут я первый колосок сильно высоко делала мне нужно было для прически чтобы цвет там пересекся с самого верха а если вы будете наращивать так просто для себя то лучше начинать вот как я со второго колоска чтобы не было видно всех тех нарощенных полос волос значит второй колосок как и заплетаю я заплела первый отделила часть волос заколола и под этой частью отделила еще часть волос для колоска то есть чтобы между колосками были волосы которые будут сливаться с прядями прикрывать их там так скажем делаем еще один колосок также отделяем прядь которая будет ложиться потом на наращенные волосы и под ней отделяем еще прядку уже для колосков теперь будем начинать наше наращивание как раз с нижней пряди для этого я сверху начинала что потом было удобно берем каниколон у меня только такой цвет был и вот такой вот крючок хорошо расчесываем каниколон то есть вы можете купить просто под цвет ваших волос и все будет прекрасно что делаем дальше отделяем небольшую прядку заводим наш крючок в колосок забираем прядку протягиваем ее через колосок засовываем два пальчика в колечко которая у нас образовалась и забираем остальную прядку протягиваем то есть через это колечко хорошо затягиваем но каниколон плохо затягивается особенно если крупная прядь поэтому я взяла утюжок для пробы сначала я взяла на 160 градусов потом мне показалось что было маловато попробовала на 200 на 200 тоже он не плавит главное сильно долго не держать вы продели прядь и у основания зафиксировали утюжком чтобы она не вылазила это я делала с конкретным каниколоном то есть я проверила сначала вы тоже не начинайте это дело без проверки сначала где-то на каком-то кончике проверьте чтобы вы не попалили волосы если у вас утюжок не может выставить конкретную температуру а просто с одной температурой то лучше не нужно этого делать потому что там вы можете спалить все поплавить точнее и вот так вот я наращиваю каниколон на каждый колосок ну вы сами видите с какими промежутками у меня ушло на голову две пачки каниколона это не обязательно делать именно две пачки просто хотела такую пышную копну вы можете использовать одну пачку просто брать пряди потоньше и у вас будет еще естественнее все выглядеть последний колосок я задолбалась каждую прядь протягивать а потом фиксировать утюжком поэтому я сначала все прядки сделала потом уже прошлась по ним утюжком так тоже можно видите если не проходится утюжком она так расслабляется и в принципе если потянуть то много волос может вылезти оттуда так зафиксировать и все прекрасно и в принципе вот и все мы закончили вот такая вот куча волос у нас получилось скажу честно это просто очень удобно для какой-то прически то есть вот так вот удлинить волосы и чтобы не тратить на дорогие натуральные волосы каниколон он такой пушистый в принципе если сделать прическу вот как вы видели в прошлом видео то не особо и понятно что там каниколон так что берите себе на заметку я рада была поделиться с вами своей техникой вот так вот и придумаются вещи когда нужно сделать повторить прическу на не хватает длины у манекена поэтому пришлось вот такое вот придумать очень надеюсь что вам моя идея была по душе у меня на сегодня было все если вам понравилось то не забудьте поставить пальчик вверх это важно для блогеров так видео поднимается выше и больше людей его смотрят поэтому больше людей сможет увидеть эту идею и подписывайтесь на мой канал если вы случайно попали на это видео с вами была лазница вика всем хорошего дня пока а